Та-тя-хао! Китайская компания Xiaopeng Motors показала, что двигается не только в сторону развития электромобилей. Все современные разработки мы увидели во время Xpeng Tech Day. Первый концепт, которым похвалились в Xpeng, связан с полетами. Компания создала дочернее предприятие HD Aero, или же Guangdong Hui Tian Aerospace Technology. Именно оно разрабатывает электрические аппараты вертикального взлета. Их маркировку вы сейчас видите на экране. Все они предназначены для городской аэромобильности. Венцом разработок на данный момент можно назвать дизайн летающего авто со складными роторами. Как понимаете, это пока что лишь компьютерная графика. Но реальный прототип обещают показать уже в 2024. Также во время мероприятия показали тестовые прототипы Voyager 2 и X2. Последний, по заявлению разработчиков, может в течение получаса перевозить двух человек общим весом до 200 кг на высоте до километра с максимальной скоростью 130 км в час. То есть на расстояние до 60 км. Во время презентации в компании немного рассказали и о безопасности таких устройств. Например, при отказе роторов автоматически выпускается парашют. Вторая технология уже связана с электромобилями. Китайцы представили мощную зарядную станцию X-Power. Она может передавать в электромобиль 480 кВт энергии. Это означает, что, например, для зарядки авто с аккумулятором мощностью 100 кВт-часов потребуется не более 15 минут. В Expan утверждает, что с такой колонкой электрокар всего за 5 минут наполняет батарею зарядом, достаточным для 200 км пробега. Такая мощная зарядная станция также нужна, чтобы раскрыть потенциал 800-вольтовой платформы SIC. В ней применен карбид-кремния, на основе которого разные компании все чаще производят компоненты электроавто. Например, у такой проводки большая пропускная способность и более высокий порог перегрева. Зарядка Expan защищена от внешнего воздействия по стандарту IP67. Один из параметров этого стандарта – оборудование может выдерживать до получаса погружения в воду на глубину до метра. Вода не попадает внутрь. Остается только отметить, что сеть зарядных станций Expan – это 1648 обычных и 439 станций повышенной мощности. Концерн SAAC уже начал продавать в КНР электрический хэтчбэк ID.3. Как вы помните, это немецкая модель, и она производится на совместном предприятии с Volkswagen в городе Айтин. Как и ожидалось, ID.3 стала автомобилем начального уровня среди всех электроавто немецкого бренда в Китае. Об этом говорит в первую очередь ее цена. За базовую модель просят 160 тысяч юаней, а это ровно 25 тысяч долларов. Самое интересное даже не то, что немцы сделали попытку занять эту ценовую нишу с весьма достойным электромобилем, опередив тем самым Илона Маска и его будущую бюджетную модель. А то, что цена электроавто ID.3 в такой же базовой комплектации в Германии стартует с отметки 30 с лишним тысяч евро. Это еще одно подтверждение того, что покупать электромобили из Китая выгоднее. Особенно при том, что вы получаете в итоге европейскую модель. В качестве небольшого итога скажем, что с конвейеров SEAC уже сходят три модели на базе немецкой платформы MEB. Кроме героя этого выпуска есть еще кроссовер ID.4 и большой электрокроссовер ID.6. Программа оценки Euro NCAP провела краш-тесты модели ZS и V первого поколения. Напомним, что на европейском рынке уже есть вторая генерация авто, но специалистам Euro NCAP еще только предстоит разбить этот электрокар. Пока что вспомним, что марка MG имеет британскую родословную, но она уже много лет принадлежит китайскому концерну. Поэтому на европейский рынок этот электрокроссовер поставляется прямиком с завода SAIC Motor. Электрокар получил 7,4 балла из 8 возможных за лобовой удар с частичным перекрытием и 7 баллов за столкновение с полным перекрытием. Отдельно оценены подголовники всего на 1,7 балла. Как говорится, не без недочетов. А вот два боковых удара оценены на 14,4 из возможных 16 баллов. Эксперты также отметили надежную систему автоматического торможения, которая хорошо справляется с определением останавливающейся впереди машины. В итоге авто получило 5 звезд. Это очень интересный показатель, так как этот же кузов, эта же модель ZS, только с бензиновым движком по результатам тестов в 2017 получил лишь 3 звезды. А чтобы вы не думали, что в наши сюжеты попадают только результаты в 5 звезд среди китайских электромобилей, в следующем выпуске мы подготовим краш-тесты другого электрического китайца, модели Aways U5. Скажем сразу, его показатели не такие высокие, и его сильно помяло. А на прошлой неделе еще один обзор китайского электромобиля пополнил большую коллекцию на нашем канале. Без лишней скромности отметим, что у нас уже более 50 обзоров электромобилей из Китая. Предлагаем посмотреть очередной. Электрокроссовер Volkswagen ETHARU вышел на рынок Поднебесный в середине осени прошлого года. ETHARU – это народность, живущая на границе Индии и Непала у южных подножий Гималаев. Бренд Volkswagen в КНР работает с двумя производителями. Это концерны FAW и SASC. А совместное предприятие с последним как раз и выпускает электрокроссовер ETHARU. Отметим, что он построен на базе топливной модели с таким же названием. Если говорить об изменениях в экстерьере, то их немного. Электрокроссовер получил другой передний бампер. На условной радиаторной решетке слева есть небольшая надпись ETHARU. Она же продублирована на багажной двери. Задний бампер остался от топливной версии, но, конечно, в нем нет места для патрубков. Авто получило проверенный электромотор мощностью 100 кВт или 136 лошадиных сил. Благодаря ему паркетник разгоняется до 50 км в час за 3,7 секунды. Максималка – 150 км в час. Добавим, что синхронный электродвигатель установлен на передней оси. Есть три режима движения – Normal, Eco и Eco Plus. Расход энергии – 14,5 кВт-часов на 100 км. Электричество поступает из батареи емкостью 44,1 кВт-часа. Народный бренд обещает запас хода в 315 км по циклу NEDC. Производитель отмечает, что при езде с постоянной скоростью 60 км в час пробег электромобиля увеличится на 100 км. Аккумулятор – литий-ионный. На станции постоянного тока вы сможете зарядить ETHARU с 0 до 80% за 52 минуты. А набор электронов с 30 до 80% емкости батарей займет всего 25 минут. Приятно отметить, что есть система рекуперации энергии. Вы можете выбрать один из пяти уровней усилий, с которыми электродвижок будет тормозить ваше авто и тем самым дополнительно вырабатывать электроэнергию. Обратим ваше внимание на панорамную крышу. Это действительно крыша, а не увеличенный люк. Она двухсекционная, а значит не полностью глухая, как может показаться. Сами видите, что передняя часть отодвигается как люк. У крыши есть, конечно же, и шторка, которая закрывает стекло и дает ощущение обычной отбитой тканью металлической крыши. Полный обзор этого электромобиля вы найдете по прямой ссылке в описании к этому видео. Совместное предприятие GAC Honda обновило паркетник VE1 Sport EV. Электромотор прежний, он выдает 120 кВт или 163 л.с. Но запас хода увеличился на 10 км, теперь это 480 км. Такой результат дала модернизация аккумуляторной системы. Отметим, что емкость батареи, а именно 61,3 кВт часа, не изменилась. Внешне модель также осталась прежней, как и габариты. Кузовная палитра прибавила два оттенка. Стандартные диски увеличились на 1 дюйм, теперь это 18-е, как говорят, катки. Чуть больше изменений в интерьере. Появилась цифровая приборка и изменился тип селектора выбора режима движения. Основной дисплей остался 8-дюймовым. Нам приятно обратить ваше внимание, что обзор этой модели есть в нашей большой коллекции, в которой уже более 50 обзоров электромобилей из Китая. Также в ней есть обзорно-подобный электрокроссовер Honda X-INV, который выпускает совместное предприятие Dongfang Honda. Обе ссылки на обзоры этих авто вы найдете в описании. В предыдущих дайджестах мы рассказывали, что седан ION S и кроссовер ION V от концерна GAC получил рестайлинг и слово «пласт» к названию. Теперь этот плюс появился и у среднеразмерного кроссовера, флагмана линейки модели ION LX. О нем мы недавно рассказывали в двойном обзоре электрокроссоверов от GAC. Ссылку на этот обзор вы найдете в описании. У дорестайлингового авто есть лайт-версия с мотором мощностью 135 кВт или 184 лошадиных силы. А вот после рестайлинга такой модификации уже нет. Теперь базовым считается авто с электродвижком 150 кВт или 204 лошадиных силы. Также появились новые модификации с новыми моторами. А вот топ-вариант дорестайлинговой версии, который был с двумя электродвижками общей мощностью 300 кВт или 408 лошадиных сил, больше производителям не упоминается. Перед у обновленной модели теперь полностью лишен любых признаков радиаторной решетки. Передний бампер также новый. Крыша со стойками теперь окрашена в цвет кузова. Сзади вместо логотипа GAC теперь название линейки ION, а к шильдику LX добавлено слово PLUS. Но в целом задний бампер прежний, как и дизайн дисков. Пока что остается неизвестным запас хода обновленного флагмана. У других плюсов пробег увеличен за счет более емких батарей. Но аккумуляторы LX уже и так достаточно емкие, а именно на 73 и 93 кВт-часа. Поэтому пока что этот момент остается в качестве интриги, как и изменения в цене. Как только она будет озвучена, мы вам сразу все расскажем. Если вам понравился один из сегодняшних электрокаров, то со временем вы сможете купить его прямиком из Поднебесной у нас, самого крупного украинского импортера электромобилей из Китая, компании Volt Auto. А пока предлагаем ознакомиться с нашими актуальными предложениями прямо сейчас на канале Volt Auto в мессенджере Telegram. Там мы публикуем посты о новых электромобилях и электрокарах с пробегом, которые сейчас есть в продаже. К каждому авто прилагается короткое описание и фото. А все детали той или иной модели или же процесса покупки вам расскажут наши менеджеры при личной консультации. Прямая ссылка на канал в Telegram в описании под этим видео. На этом у нас на сегодня все. Зайчен!